МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы решили сегодня в нашу студию пригласить трех депутатов областной думы для того, чтобы подвести итоги работы областного парламента. И наши гости сегодня Анна Михайловна Козина. Анна Михайловна Козина, депутат Новгородской областной думы 5-го созыва. Член Комитета областной думы по социальной политике. Заместитель председателя комиссии Новгородской областной думы по регламенту и депутатской этике. Член постоянного Комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Образование высшее окончило Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности зооинженер, Московскую ветеринарную академию по специальности преподаватель животноводства, профессор, доктор экономических наук, директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ. Награждена золотой медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса России, наградным знаком почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, юбилейной медалью в память 1150-летия Великого Новгорода, почетной грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Виктор Робертович Вебер. Виктор Робертович Вебер, депутат Новгородской областной думы пятого созыва, член комитета областной думы по социальной политике, член комитета областной думы по бюджету, финансам и экономике. Образование высшее окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии медицинских наук, академик Российской Академии естественных наук, академик Петровской Академии наук и искусств, ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Награды «Заслуженный работник Высшей школы России», «Почетный работник высшего профессионального образования», «Отличник здравоохранения», «Медаль Ярослава Мудрого второй степени», «Почетная грамота Министерства здравоохранения России», «Почетная грамота Администрации Новгородской области, почетный работник науки и техники Российской Федерации. И Сергей Владимирович Бусурин. Сергей Владимирович Бусурин, депутат Новгородской областной думы, пятого созыва. Член Комитета областной думы по социальной политике, председатель Комитета областной думы по законодательству и местному самоуправлению, заместитель председателя Комиссии областной думы по осуществлению мониторинга областного законодательства и практики его применения, председатель Постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, Образование высшее окончил в 1999 году Ивановский государственный химико-технологический университет, в 2007 году Московский российский государственный гуманитарный университет, управляющий по социальным вопросам ОАО «Акрон» Великий Новгород, руководитель общественной приемной, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Награжден знаком 1150-летия зарождения российской государственности. Уважаемые депутаты, назовите на ваш взгляд самое главное достижение областной думы пятого созыва. Я, наверное, начну, да? Пожалуйста, я буду краток. Хочу сказать, что самое главное достижение – это то, что удалось создать условия для стабильной работы всех отраслей нашей экономики, социальной сферы. И это удалось именно в тесном взаимодействии с правительством. Я думаю, это самое достижение главное. Сергей Владимирович, Вы что можете сказать по этой форме? Ну, безусловно, все мы с Вами видим, в какой непростой ситуации сейчас находится наша страна. Это общий мировой кризис и санкции, которые были наложены на нашу страну. Поэтому основной успехом областной думы пятого созыва, конечно же, является то, что мы смогли в таких непростых условиях сохранить стабильность, сохранить все социальные гарантии, которые брало на себя и правительство Новгородской области, и областные депутаты. И это является, на мой взгляд, основным достижением. Анна Михайловна, Вы какое главное достижение? Женский взгляд такой? Вот мы мужскую часть услышали. Ну, я, прежде всего, конечно, хочу присоединиться к своим коллегам и отметить слаженную конструктивную работу исполнительной и законодательной власти. Конечно, совместно с жителями Новгородской области. На последнем ЗАГС собрании губернатор Сергей Митин напомнил собравшимся о том, что история Новгородской областной думы пятого созыва – это тысяча тридцать принятых законопроектов. Объем, безусловно, огромный. И в связи с этим хотелось бы спросить, по каким направлениям прежде всего приходилось работать? Ну, здесь, если так, в целом посмотреть на рассмотрение. Первое – это, наверное, экономические все-таки вопросы были. Второе – это социальные. Ну, и они по значимости, а по объему. Именно по объему. А сколько законопроектов было внесено правительством Новгородской области? Здесь, поскольку Вы уже сказали, что ветви исполнительные и законодательные, они очень тесно взаимодействуют, вот здесь все-таки роль правительства Новгородской области насколько велика? Ну, чуть больше 80% законопроектов было внесено правительством, департаментами. Вот остальная часть, конечно, это депутатские законопроекты. Но хочу сказать, что вот совместная работа, о которой мы уже говорили, она предполагает работу с теми документами, которые передаются правительством в областную думу. Там есть и правки дополнения депутатов, которые потом уже в исходном документе уже обретают материальные очертания законопроектов и законов, которые мы принимаем. Я не буду спрашивать, была ли Дума Пятого Созыва местом для дискуссий, потому что наши зрители и смотрели, и слушали, и читали о том, что и были и споры, и дискуссии. Как на Ваш взгляд, насколько трудно или, может быть, легко принимались законопроекты? Смотря какие законопроекты. Некоторые, они даже не обсуждались, поскольку по определению они должны были быть приняты. И иногда заседания комитета проходили 15-20 минут, поскольку очевидные ответы. Иногда вызывали споры, но не по содержанию, а по объему. То есть уточнялись какие-то вопросы, почему такая сумма, почему переводится из одной статьи в другую статью и так далее. Только на этом уровне. Но бывали жаркие споры. Жаркие споры, наверное, чаще всего происходили именно за закрытыми дверями, когда собирались думские комитеты. Там закрытыми их не назовешь, поскольку там присутствуют все руководители департаментов, там прокуратура, там пресса. И все время камера присутствовала. Я бы не сказал, что они закрытые были. Но всегда заканчивались мирно, демократично, большинством голосов. В любом случае, все вопросы основные, так скажем, проблемные решались все-таки именно на комитетах уже выносилось. Да, на комитетах что-то обсуждалось на самой думе, но решалось большинством голосов. А в таком случае популистских, так скажем, выступлений, как много было? Как вы оцениваете? Ну, это определенная группа людей, вы знаете, которые постоянно выступают по любому вопросу. Иногда конструктивно, иногда не очень. А так вопросы все решались в комитете, и поэтому на думе уже это так, на камеру работали. Сергей Иванович, а как вы считаете, насколько важно, чтобы дума была местом именно для дискуссий? Или все-таки лучше, когда законопроект поддерживают все, единогласно проголосовали? Или нужно все-таки спорить? Да так не бывает. Вы знаете, ну, наверное, есть категория людей, которым необходимо поспорить. И некоторые, как говорят, хотят крови, да, жаждут крови. Но хочу сказать, что именно вот споры и дебаты жаркие, они возникают именно тогда, когда вопрос заранее не подготовлен, не проработан. Поэтому я считаю, что и на заседаниях комитетов, и на заседаниях Новгородской областной думы таких неподготовленных вопросов было минимальное количество. Поэтому говорить о том, что каждое заседание областной думы и заседание комитетов превращалось в жаркие споры и дебаты, я бы так не сказал. Ну, так или иначе, это все-таки было. И спасибо думе за это, по крайней мере, нам, журналистам, было нескучно сидеть и рассказывать об этом телезрителям. Скажите, пожалуйста, вот инициаторами каких законопроектов были лично вы? Ну, из последних это как? Я думаю, что да, стоит об этом рассказать. Ну, из последних законопроектов, в которых я принимал участие, разрабатывал, это, конечно же, закон о компенсации льгот за капитальный ремонт. Значит, все мы прекрасно знаем, что был принят федеральный закон о компенсации, но он должен все равно был быть адаптирован для региона, для Новгородской области. Поэтому мы внесли изменения, дополнения, и теперь вот по новому законодательству, областному законодательству, категория людей, которые достигли 70-летнего возраста, имеют право на 50-процентную компенсацию взноса за капитальный ремонт. А если человек достиг возраста 80 лет, то на 100-процентную компенсацию. Это вот из последних законопроектов, в которых я принимал непосредственное участие. Ну, я бы, наверное, отметил самый значимый, который, я считаю, который был инициирован мной и моими коллегами, и, как пошутил мой друг, авторы ВИЧ. Он так на медицину перенес Вебер, Игнатов и Чистяков. Это как раз один из резонансных таких законопроектов. Да, это состоялось в ноябре 2014 года, напомним зрителям. Ну, там были действительно и дебаты большие. Жаркие, жаркие. Одна из самых скандальных, наверное, дум на моей памяти. А тогда ведь вот этот вот закон, да, который обсуждался об отмене прямых выборов мэра, оно на самом деле касается более широкой, да, так скажем, темы. Это, в принципе, изменение выборное законодательство. Вот вы, спустя, по истечении вот такого периода, вы не жалеете о том, что стали инициатором? Нисколько. Я считаю, что население выбирает депутата. Оно доверяет ему. Ну, это обычно лучшие люди. А уже депутаты потом определяют, кто будет руководить там каким-то муниципальным образованием. То есть, давайте, да, вещи все-таки назовем своими именами. Речь шла об отмене прямых выборов мэра. Почему, собственно говоря, дискуссия такая жаркая разгорелась, да? Ну, это совпало по времени, а в принципе созрело. Потому что, вот и Сергей Владимирович говорил, что уже центральная Россия были приняты, поэтому мы здесь пионерами не были. Я думаю, что это более рационально. И вот сейчас показывает опыт, прошли выборы в разных районах. И, во-первых, это и материально менее затратно. Ну, считай, ну, если люди доверили депутатам, почему не надо верить этим депутатам, которые выражают мнение всего населения? Избиратели все со временем поняли правильность этого вашего решения? Ну, вы знаете, сейчас никаких нареканий я бы не слышал. Я сам участвовал в работе одной из комиссий, которая выбирала претендентов на должность главы муниципального района. Хочу сказать, что эта система, она понятная для всех, понятная, в том числе и для претендентов. Она открытое заявление и документы подать на выдвижение на должность главы муниципального района. Может, любой желающий, имеющий для этого соответствующее образование, уровень подготовки. И поэтому вот эта система, она действительно была уже адаптирована несколько лет назад в Центральной России, показала свои результаты, свои плоды. Поэтому и в Новгородской области, я думаю, что все у нас будет замечательно. Но в Новгородской области уже есть какие-то плоды этой системы? Уже можно сказать, что что-то поменялось, стало лучше? Мы выбирали уже несколько глав муниципальных районов. Результаты есть. То есть люди, которые стали главами, это люди-профессионалы, знающие свое дело. Людей, которых поддержали депутаты. Потому что в конечном итоге выбор-то идет депутатами. Людей, которых действительно выбирали, люди прямым голосованием, прямыми выборами. Они им доверили, делегировали это право. То есть таким образом мы, конечно, не можем ни в коем случае заявлять о том, люди не могут ни в коем случае заявлять о том, исходя из этого, что ущемляются их права, и они не могут теперь избирать мэра. На самом деле все мы выбираем депутатов, депутаты своего состава. То есть, точнее, своим решением принимают. Своим решением, да. Своим решением, да. На альтернативной основе выбирают непосредственно человека, который будет возглавлять район. Какие решения Думы Пятого Созыва в сфере социальной политики вы считаете наиболее важными? Что бы вы тут отметили, Виктор Робертович? Давайте с вас, наверное, начнем. Знаете, я бы по медицине несколько слов сказал. Было принято 28 законопроектов. И хочу сказать, что сработали они очень мощно. И вот я живу в Новгородчине 22 года. И хочу сказать, что те изменения, которые произошли именно за последние 5 лет, они очень значимы. Вот я назову несколько таких моментов. Первый – это Новгородская областная клиническая больница. Вот я помню, там у нас и занятия у студентов проходят. Я иногда там как пациент появляюсь, иногда кого-то проведаю. Я хочу сказать, кардинально изменилось. Вот в свое время губернатор инициировал именно как объект номер один. И она действительно сейчас первоклассная больница. Надо отдать должное. Хорошевский, который, кстати, председатель комитета был. И огромные ремонтные работы. Прекрасное оснащение. Там МРТ появились, компьютерные томографы. Поменялось полностью отделение для диализных больных. Там все радикально изменилось. Кадры совершенно другие. И это сейчас образцов больницы. И вот если вы помните, рядом корпус стоял, там уже несколько десятилетий заброшенный совершенно. Там сделали прекрасный региональный сосудистый центр. И ведь задача помощи населению в первые как раз часы, первые минуты, и туда поступают сейчас больные с инсультом, с острыми нарушениями коронарного кровообращения. Это огромный прорыв. Этого не было никогда в Нагорочине. Потом, там же все в комплексе решается. Построили замечательный дом. Когда такое было, я, честно говоря, не помню. Это, опять же, для сотрудников. Огромное дело сделано. Онкодиспансер. Такого нет на северо-западе. И сейчас с вводом там радиологической лаборатории, они выполняют все виды теперь оказания помощи. Построены новые больницы. Такого тоже я на своей памяти здесь в жизни в Нагорочине это не помню. И Акуловская, и многие другие. ФАПов только 45 построили. Санитарный транспорт, мы знаем, как скорую помощь страдает. На 75% обновлен. Это только начало. Так что огромные работы выполнены. А какие непосредственно законопроекты касались, так скажем, социальной поддержки медработников непосредственно? Ну, я просто даже скажу, что начнем даже, вот давайте конкретно, да? Конкретно, конечно. Конкретно. Вы знаете, что есть программа «Земский доктор». И она помогла очень для сельского населения. Это миллион рублей подъемных. Давайте чуть подробнее для наших зрителей. Что это за программа? Доктор, ну это больше меня касается, как ректора, заканчивает наш институт. Если он согласен ехать в село работать и согласен подписывать договор о том, что там будет работать, он получает миллион рублей. Это федеральные деньги. И область быстро отреагировала. Ему же доплачивают еще 500 тысяч рублей. Он получает полтора миллиона, он может приобрести жилье или, допустим, строить это. А сколько человек воспользовались уже? Ну вот по «Земскому доктору» там 99 человек. Вот это 500 тысяч, поскольку вы ввели три года назад, сейчас 61 врач. Я хочу сказать, ликвидировалась проблема. У нас теперь проблема с медицинскими кадрами в Новгороде. В городе, в областном центре. А все она снята. Вот что значит разумное решение. Теперь бы как бы выровнять хотелось бы. Теперь надо привлекать обратно в город. Теперь надо здесь принимать решение, чтобы кадры задерживались. Приняли законопроект тех, кто переселяется сюда. И это тоже нужно было поддерживать. Приехало 96 врачей из других регионов и из других совершенно стран, республик. Поэтому эти проекты, они очень работают продуктивно. То есть вот этими проектами вы по-настоящему гордитесь. Анна Михайловна, вы, поскольку тоже к социальному блоку непосредственно имеете отношение. Вот вы, на чем вы хотели сделать акцент? И с конкретикой. Конечно. Я тоже, наверное, хотела бы обратить внимание, что поддержка прежде всего молодежи. Я, как человек, занимающийся подготовкой кадров, отмечаю реализацию закона о развитии кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Где молодежь имеет гарантированные рабочие места, решение жилищных вопросов и социальные вопросы. То есть как это выражается? Вот молодой человек обзавелся семьей, хочет работать на селе вдруг. То есть к чем его мотивируют? Чем его мотивируют? Ну, прежде всего, созданием хороших условий. По окончании вуза он имеет возможность получить единовременную выплату. Может быть, она не столь большая, это 100 тысяч рублей. В течение первых трех лет, как молодой специалист, он получает ежепартальные выплаты и имеет возможность участвовать в программе развития сельских территорий. Это решение жилищных вопросов, где выделяется 70% федеральный бюджет и 30% областной. Я считаю, что это неплохо для молодежи. А сколько человек воспользуются вообще? Едут на село? Едут. И я вот хочу отметить, что за последние годы реализация данного закона позволила увеличить количество молодых специалистов на производстве с 7% до 15%. Я считаю, что это неплохой показатель. А что, как считаете, требуется для того, чтобы, ну, так скажем, эта вот динамика, она только наращивалась? Что требуется. Ну, я думаю, что требуется и дальше развивать регион, развивать и город, и сельские территории, создавать хорошие рабочие места, достойную заработную плату. Но это мы сейчас говорили о тех людях, которые из города на село переезжают. А как молодежь на селе задерживать? Ведь оттуда-то тоже уезжают и в областной центр, и в другие города. Это Москва, соседство нас, конечно, нашу молодежь, как пылесосовую всякие. Только созданием хороших условий, только решение социальных вопросов позволит и позволяет нам удерживать молодежь. Анна Михайловна, расскажите о региональной законодательной базе для поддержки агропромышленного комплекса. Что здесь вы делали? Ну, прежде всего, я хотела бы отметить, что последние годы и на федеральном, и на региональном уровне изменен вообще подход к развитию сельского хозяйства. И мне это очень импонирует. Как человеку, который родился, вырос, работает на новгородской земле, немножко понимает в сельском хозяйстве. И я не могу не отметить и не сказать о том, что огромные изменения происходят в развитии агропромышленного комплекса. Прежде всего, приняты законы. Но я уже отмечала закон о развитии кадрового потенциала. Это очень важно. Прежде чем реализовать какую-либо программу или проект, нужно подготовить кадры. Дальше. Государственная программа по развитию агропромышленного комплекса. И за последние годы вдвое увеличено производство сельскохозяйственной продукции. Я, конечно, не буду останавливаться на цифрах, но я хочу сказать, что таких результатов, в общем-то, за всю историю Новгородчины я не видела. Не было никогда. Да, и это очень важно, что мы сами себя кормим. И сегодня мы не только кормим жителей Новгородской области, мы реализуем продукцию за пределы Новгородской области. Это и свинина, и птица, и яйцо, и овощи, и картофель. И все эти программы идут по инициативе, прежде всего, правительства, департаментов, комитетов. И за пять лет деятельности в областной думе я не могу припомнить, чтобы депутаты, мои коллеги не поддержали ту или иную программу. Дальше очень важная программа – это устойчивое развитие сельских территорий, которая принята, которая реализуется, и мы возлагаем на нее очень большие надежды. Прежде всего, это строительство дорог, это газификация, это жилье, это те вопросы, которые решаются, но нужно еще больше средств вкладывать. Только в 2016 году запланировано на реализацию в рамках этой программы более 400 миллионов. Я считаю, что это очень даже неплохо. Есть также программа по привлечению лиц, желающих переселиться в сельскую местность. Тоже есть поддержка. И я считаю, тот, кто хочет работать, заниматься... И эта программа уже не только молодежи касается? Это касается всех. Вне зависимости от возраста? Вы же видите, что у нас Новгородская область, она испокон веков является сельскохозяйственной. У нас достаточно земли, у нас достаточно поддержки. И я хочу еще раз сказать, что мы занимаем пятое место по производству сельскохозяйственной продукции. Это огромная работа исполнительной, законодательной власти, наших уважаемых крестьян. И я всех благодарю за то, что поддерживается агропромышленный комплекс. Сергей Владимирович, у вас есть что-то? Я бы хотел вернуться к началу нашего разговора, когда мы говорили основные итоги деятельности Думы. И хотелось бы отметить в этой связи, что несмотря на те кризисные явления, которые есть в экономике, и мировой экономике, и российской, ведь Новгородская область на этом фоне выглядит лучше своих коллег-соседей. И темпы роста за последние пять лет составили 1,4 раза по промышленному производству. И валовый региональный продукт тоже за последние пять лет вырос значительно. И хотелось бы сказать, что именно благодаря такой работе мы можем сохранять те социальные обязательства в бюджете, которые мы обещали своим избирателям. Это есть. И если остановиться более подробно еще по экономике, конечно же, пока работают заводы, пока работают предприятия, дышат и живет, конечно же, страна. Но все-таки фундаментом всего этого, фундаментом роста, это все-таки социальная составляющая это образование. Безусловно, без него никуда. Это и помощь тем людям, кто нуждается в помощи, здравоохранение. И основным-то направлением тоже я бы считал в этой стезе поддержка семей, многодетных семей в том числе. И в этом-то плане действительно сделано за последнее время очень-очень много. Вот об этом давайте подробнее. Региональный материнский капитал. Региональный материнский капитал в первую очередь. Вернемся опять же к истории. С 2007 года работает программа федеральная, материнский капитал. Началась она с посыла нашего президента, который сказал, что самое главное в нашей жизни это дети. И вот уже на протяжении 10 лет эта программа работает. Она дает реальные плоды, результаты. И уже не только федеральный центр, но подключились регионы, которые приняли программу регионального капитала. Но Новгородская область, благодаря правительству депутатов, приняли мы 200 тысяч рублей. Это хорошая помощь для семей, в которых родился третий ребенок. Значит, также вот было принято Новгородской областной думой законопроект, который позволяет поддерживать семьи, у которых третий ребенок родился, если доход средней душевой не превышает прожиточного минимума. То есть до достижения трех лет эта семья будет получать порядка сейчас 10 тысяч рублей каждый месяц. Это тоже замечательный законопроект, который позволяет стимулировать и поддерживать семьи. И результаты, они налицо. Мы с вами прекрасно видим, что рождаемость именно во многодетных семей становится больше вторых и последующих. Это привело к тому, что, и слава богу, что привело, мы на территории Новгородской области вот уже строим детские сады. И последний пример – это вот детский сад поселка Шинск. Этого строительства не было, я не знаю, десятки лет точно. То есть есть районы, где строек подобного типа не было 50 лет. Дети выйдут из детских садов, их необходимо будет в школы отправлять. И так все взаимосвязано, друг с другом идет. Поэтому на территории Новгородской области вот в этом году строятся новые школы. Этого строительства тоже не было десятилетия, порядка трех десятков лет. И этот результат мы, к сожалению, с вами всей картины не видим. Но посмотреть государственную стратегию, которая перетекает в реальные результаты, которые можно пощупать, ощутить. И вчера очень было приятно, что на территории Новгородской области первоклассников пошло гораздо больше, чем даже в 2015 году. То есть тот эффект, тот посыл и тот генеральная линия, которая есть на увеличение рождаемости, она в действии, она работает. Настя, я у тебя хочу спросить, ты чувствуешь этот посыл? Ты не хочешь воспользоваться услугами, например, этой программы? Сергей Владимирович, давайте в таком случае напомним. Региональный материнский капитал, им можно пользоваться по каким-то строго определенным направлениям? Значит, региональный капитал, он призван стимулировать рождение третьих детей, позволяет улучшить жилищные условия и на неотложные нужды. Его можно разделить на две части. Можно полностью потратить на улучшение жилищных условий, ну, либо половина. Половина на неотложные нужды, половина на ремонт, например, своего жилья. Можно допомнить, Сергей Владимирович, он про рождаемость говорил. Конкретно могу цифру назвать, что за последнее время более чем на 5% рождаемость выросла. А если вы помните статистику прошлых десятилетий, у нас по нисходящей она шла, и уже вырождение просто шло нашего населения. Сейчас на 5,5% рождаемость увеличилась. То есть народ уже почувствовал эту социальную поддержку. И если вы помните, садики все закрывались, переводились в другие коммерческие. То есть все наоборот происходит. То есть сейчас надо искать по Шимску. Даже вы не сказали про Шимск, а я хочу сказать просто, чтобы телезрители знали, их 4 садика сейчас уже построены. Вот сегодня Шимске вводится, а так Малой Вишер, вы прекрасно знаете, пролетарий, хвойном. Это говорит о том, что жизнь налаживается, вот вы про село беспокоитесь. И второе, что касается села, это же комплексно. Губернатор поставил задачу, что вопрос должен решаться комплексно. То есть там готовить не только аграриев нужно, там же нужно по всем направлениям. Это и библиотекари, и врачи, и питатели для интернетских садов. И вот акцент сейчас сделан тоже. Это, кстати, и молодежные политики касаются, и поддержки молодежи. Вы посмотрите, сколько спортивных комплексов сейчас построено на селе. Я уже не говорю про город, где тут действительно на глазах это все появилось. Давно уже ничего не делалось. Мы привыкли, что было там два бассейна и один стадион «Волна». А мы сейчас видим, что и новый стадион строится, да, в первую очередь введена, и центральная арена введена, и сколько фоков у нас, и на Волдае, и в Старой Руси, и все прочее. Все это направлено на то, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно в любых условиях, и на селе, и в городе. — Замечательно. Я хотела бы вернуться, знаете, к чему? Мы говорили уже про дискуссии, но дискуссия была, естественно, не только вокруг выборного законодательства. Речь шла и об отмене льгот. Речь шла и о ветеранах труда. Вот расскажите, пожалуйста, сейчас вы можете сказать, что вот эти законопроекты прошли проверку времени? — И работают ли, самое главное, они сейчас реально? — Ну, я начал бы с того, что отмены льгот, как таковых, их не было. — Ну, это так воспринималось изначально. — Нет, действительно, не надо формулировать. Помощь стала адресной. — Процедура, да. Мы с вами прекрасно знаем, в какое время мы живем. Действительно, страна переживает непростые времена. Поэтому задача была поставлена президентом конкретно четко и понятная. Значит, адресность, в первую очередь, социальная помощь должна быть адресной. Поэтому, чтобы она была адресной, необходимо было выработать критерии оценки, да, критерии, по которым эту помощь необходимо было предоставлять. И основной критерий, который был выбран, конечно же, это величина дохода. Значит, и как раз вот дискуссия была между депутатами и заключалась в том, чтобы вот эту вот величину, по которой льготы предоставляются, ее сделать максимально большой, чтобы большее количество жителей Новгородской области могли воспользоваться этими льготами. Значит, и сейчас эта сумма составляет почти 20 тысяч рублей дохода. Если ниже этого дохода, человек получает льготы, которые ему положены. В процентном отношении сколько людей продолжают получать льготы, сколько не получают? Вы знаете, мониторинга еще не было законодательства, но если мы с вами посмотрим по доходам наших граждан, да, которые пенсионного возраста, что я думаю, что не у каждого даже 50-го или 60-го будет такой доход. Я думаю, что порядка, более чем 90%, наверное, могут пользоваться этими льготами. Ну, я добавлю, что, вспоминаю как раз заседание последнее плановое на областной думе 5-го созыва Сергей Митин, ведь же сказал, что именно благодаря введению адресности льгот число льготников значительно увеличилось. Я могу ошибаться в церквах, но оно очевидно выросло, да. И, между прочим, да, и расходы областного бюджета на эти цели, они выросли, они сократились. Они выросли. И ведь изначально, когда говорили по поводу экономии по этим годам, ничего подобного, эти идеи-то была, что все те деньги, которые были изначально запланированы в бюджете на эту цель, они по этим же статьям и должны были быть, они остались, да, и действительно потребовалось еще и дополнительное финансирование. Мы уже касались в разных вопросах, в разных сферах молодежи. А что депутаты делали для поддержки молодежи? Сергей Иванович. Но если возвратиться, опять же, к поддержке, поддержке семей, то, конечно же, семья – это ячейка общества. И молодые люди, которые вступают в брак, необходима поддержка именно при рождении детей. И думаю, что эти меры, которые я назвал ранее, стимулирование, оно как раз и является таким неплохим критерием, которым можно оценить работу по поддержке. Ну а если сравнивать Думу пятого созыва с предыдущими, в чем принципиальное отличие? Может быть, есть какой-то ноу-хау, придуманный именно депутатами нынешней Думы? Я не хочу сравнивать там с четвертого созыва, ну это некорректно, мне кажется, потому что они в других условиях работали и так далее. А вот если говорить динамику, как работала наша Дума, я помню, что первые заседания, они более агрессивно проходили. С чем это связано было? Привыкали, наверное, друг к другу. Привыкали к друг другу, во-первых. Во-вторых, ну, каждая партия, она еще не вышла из выборов, как говорится, да, и больше занималась критикой того, что происходит, и даже все время в сторону еще уходили. А потом поняли, что нужно работать в одном направлении конструктивно. Я хочу сказать, вот четыре партии работали, никаких проблем не было. Вот как раз о партиях, да, хотел спросить. Как-то межпартийные дискуссии у вас осуществлялись, договаривались до заседаний, да, рассматривали какие-то вопросы? Ну, я хочу сказать, что у нас комитеты областной Думы представлены всеми партиями. То есть люди, которые, депутаты, принимающие и рассматривающие вопросы, законопроекты, они являются выразителями мнения своей политической партии. И я думаю, что это как раз тот показатель именно вот обменами мнениями и нахождение компромисса. Именно вот в том числе и на заседаниях комитета. Я хочу добавить еще тяжелые вопросы, касающиеся бюджета и так далее. И когда действительно могли возникнуть очень серьезные дебаты, снимал губернатор. Он встречался с каждой партией. Шел откровенный разговор, они ему высказывали свое мнение. И большинство вопросов снимались. И уже на комитетах и на самой Думе эти вопросы практически не возникали. Скажите, а какую роль новгородские депутаты играли в парламентской ассоциации Северо-Запада? Ну тут у нас Анна Михайловна специалист. Анна Михайловна и Сергей Владимирович. Сергей Владимирович. Ну давайте я начну. Ну давайте с вас. Новгородская областная дума так исторически сложилась, что курирует комитет по соцполитике парламентской ассоциации Северо-Запада. Я напомню, что у нас Северо-Запад это 11 областей, начиная с Калининградской области и заканчивая республикой Коми. 11 областей. И от каждой этой области есть представитель, есть депутат, который заседает в том числе и в комитете по социальной политике парламентской ассоциации Северо-Запада. Этот комитет собирается раз в полгода на базе одного из законодательных собраний Северо-Западного округа. Будь то Псков, либо Санкт-Петербург, либо Соктывкар, республика Коми. И на этих заседаниях мы рассматриваем законопроекты, которые касаются всего Северо-Запада. То есть у нас есть возможность обобщить всю информацию, которая есть, которая поступает при подготовке этого заседания, и выработать единое консолидированное мнение от всех субъектов 11 областей. И потом далее на конференции, которые проходят также после того, как комитеты пройдут. И эти вопросы уже отправляются непосредственно для решений, для проработки, будь то правительства, но уже Российской Федерации, либо депутатам Государственной Думы, которые потом их рассматривают. Вот результатом последнего заседания комитета, и финал работы, который был, и я очень удовлетворен, это принятие в Госдуме закона о финансировании орфанных заболеваний за счет средств федерального бюджета. Напомните зрителям, что это сложное слово. Да, орфанные заболевания – это заболевания, которые встречаются очень редко, редкие заболевания, для лечения которых требуется десятки, сотни миллионов рублей в год. То есть региональный бюджет, к сожалению, не все могут себе позволить выделение денежных средств на лечение этих заболеваний. Но идея была, чтобы эту ответственность все-таки взяла на себя Федерация. И вот по части орфанных заболеваний сейчас эти обязательства Российская Федерация взяла. Поэтому можно надеяться на то, что эти больные не останутся без поддержки, без стопроцентной поддержки. Я эти годы была членом парламентской ассоциации по Северо-Западу образования, наука и высшая школа. Хочу тоже сказать, что это очень важно, это очень полезно. Заседания проходили каждый раз в разных регионах. Встречались парламентарии этих областей, изучали опыт коллег, что положительно, что отрицательно. Шло обобщение, готовились обращения на федеральный уровень. Я считаю, что это только улучшает, изменяет нашу работу. Спасибо. Ну а теперь, да, к избирателям. Вы каждый на связи со своими избирателями. Как они за пять лет изменились? Как изменились их наказы? Ну, часть наказов, наверное, не изменилась. Касающиеся в основном быта, социальной поддержки и так далее. Это определенный блок, он был, есть и будет. Но, вы знаете, стало поражать, что людей беспокоят такие уже глобальные вопросы. Когда он приходит на прием и говорит, а когда будет построен, допустим, там, стадион? Или когда будет у нас нормальный бассейн и так далее? Вот это всегда очень радует. То есть человек уже не думает о своем личном. Да, понятно, у него своих личных проблем хватает. Но он уже думает о развитии города, области. Вот, как бы так сказать, появилась масштабность запросов. Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Это стимулирует, я думаю, да, работу всего депутатского корпуса. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к работе с депутатами из других регионов, как вы взаимодействуете? Что берете от них? Какой опыт перенимаете? И есть ли такие случаи, когда вас в пример ставили, говорили, да, депутаты Новгородской областной думы, показали пример, будем брать, так скажем, их опыт тоже перенимать. В качестве примера я опять вернусь к тому закону, который мы приняли о региональном капитале, материнском капитале Новгородской области. 200 тысяч рублей – это как бы пример для других достигать этой же планки. То есть это как раз именно после того, как мы выстрелили, да, так скажем, с этим законопроектом. Мы какой-то опыт перенимаем от других региональных собраний? Ну, тоже последний случай, когда вопрос доставки больных в медучреждения не госпитализация, а именно плановая, да, то есть есть люди, которые, к сожалению, не могут выйти из своей квартиры без посторонней помощи и съездить на прием, например, к врачу, да. У нас, вы сами знаете, вот есть центр забота, да, социальное такси, когда люди могут позвонить и им эту услугу могут оказать. И именно вот проработкой этого вопроса мы занимались благодаря вот Парламентской ассоциации Северо-Запада, обобщили информацию, какая есть в других регионах, и вот воспользовались в том числе этим опытом положительным. Где-то этого нет, они у нас воспользуются, я надеюсь. Вот я вас слушаю и понимаю, что не случайно все-таки вашу деятельность называют законотворчество. Вот именно в этом смысле, как раз, когда вы взаимодействуете с ЗАГС-собраниями других регионов, других субъектов Российской Федерации, полностью, так скажем, проявляется, ну, основное назначение, да, ЗАГС-собраний. Расскажите, пожалуйста, за что бы вы хотели сказать спасибо депутатам областной думы 5-го созыва, своим коллегам? Ну, огромное спасибо, я буду короток, огромное спасибо за то, что они всегда во главу интересов, все-таки большинство депутатов, ставили именно благополучие своих избирателей, жителей Новгородской области. Анна Михайловна, Виктор Робертович. Я благодарю за профессионализм и верное служение земли Новгородской. Ну, я бы добавил, наверное, за мудрость. Вот здесь действительно проявлялась мудрость наших депутатов в решении всех вопросов, то есть эмоции уходили на второй план, личные амбиции тоже, а во главу угла ставилось только, о чем сказали сейчас наши коллеги. Ну, а что бы вы хотели пожелать? Пожелать, да, потому что история областной думы на 5-м созыве-то не заканчивается, будет созыв 6-й. Да, я бы пожелал сохранить ту динамику, которая сейчас, она очень мощная, заметная, и работать в тесном взаимодействии с правительством нашим, с губернатором. Вот как раз эти годы показали, что это самый правильный путь. Ну что же, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию и столь подробно рассказали о деятельности Новгородской областной думы 5-го созыва. А нашим телезрителям я хочу пожелать знать своих депутатов. Не ждите, когда они придут к вам, приходите к ним сами со своими наказами, проблемами и предложениями. С вами был их клуб законодателей, Евгений Янин. И Анастасия Тема. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин